МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тревожные сообщения о том, что стаи бродячих собак терроризируют не только поселки, но даже и города, поступают из разных уголков Беларуси. Для Александра Михайловича его уютная поляна стала зоной повышенной опасности. Когда вдруг человек остановится бывшим, и кто ответит за собачий беспредел? Это тукшу еще не вечер, и мы начинаем. Меня зовут Маевский Александр Михайлович. Я живу в садовом товарища «Уютная поляна» по Слудскому шоссе. Находится двух километров от Слудского шоссе. Трех года назад у нас появились бродячие собаки. Ранней весной я шел по нашей улице, они из угла выскочили. Было штук 10 тогда собак. Начали на меня рычать, бросаться. Я от них отбился палкой. И мне стало плохо, я упал, подвернул ногу. На следующий день вызвали скорую, завезли меня в Узду, проверили, слава богу, нога не сломана. Но три недели я ходить не мог. У меня был постельный режим. И сейчас еще побаливает тут нога. Моя жена за калитку боится выйти. Многие женщины боятся их. По одному ходить. В магазин идти, идти. Так я смотрю, они по двое ходят. Боятся. Конечно, боятся. Хотя собаки небольшие, но они же бродячие. Мы же не знаем, что у них в голове. Александр Михайлович, у нас в студии. Мы вас приветствуем. Вы знаете, ваша история, по большому счету, ваша история, остая, она знаменитая, потому что не один раз были публикации средствами массовой информации. Но, как мы понимаем, ничего не изменилось. Практически, да. На последнем собрании председатель пообещал, чтобы приметь меры, обратиться в фауну, заключить договор. И от количества денег, сколько собак сможем, столько отловим. Это было недели две назад. Пообещал, но, видимо, сделает. Пока ничего. Но как долго тянется эта история? Вот эти обращения ваши к председателю и месяца, два, полгода? Вы понимаете, как я могу относиться, если у меня до сих пор нога болит? Мне зимой надо ходить на соседние дачи сторожем работать, я там работаю. А собаки идут спереди и сзади. Я же не знаю, что они на спину набросятся или как. Я поэтому и прошу, чтобы избавиться от этих собак законным путем. Три года назад было несколько собак, а сейчас это какое количество? Сейчас 18. 18 собак? 18 собак я насчитал. И то есть это их количество, ну, разумеется, увеличивается, увеличивается. Ну, там и те, которые весной родились, есть 5 штук. Взрослых уже 13. Если они размножаются, значит, то место, в котором они обитают, им там хорошо. Правильно, насколько я понимаю? Евгений, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Правильно, потому что он их кормит. Да, конечно. Понимаете, собаки будут оставаться там, где им хорошо. Значит, кто-то их подкармливает. Ну, вот смотрите, если меня прогоняют с какого-то места, буду я там жить? Нет. Нет. Значит, кто-то их конкретно прикармливает. Да, им там хорошо. Кто это может быть? Вот. И поэтому они считают, что это их дом. Председатель? Выгоняют города. Давайте дай мне. Они считают, что это их дом и выгоняют чужаков. Если бы люди в садовом товарищеском, да, они как бы хорошо относятся к собачкам, прикармливают, но в результате-то получается все наоборот. Они медвежью услугу создают собакам. Вот сейчас они размножить. Собаки считают, что это их дом. А люди чужаки, они на их территории. А он, допустим, ну, человек мешает их. Надо его прогнать. А кто виноват? Виноват тот, кто прикармливает. Да, он любит собак. Но зачем это делать? Для чего? Для того, чтобы потом эти собаки пострадали. Да, когда-то приедет фауна города, заберет, разобьет их семя, кастрирует, увезет, сожгет. Ну, образно. Да, понимаете? Но во всем виноваты люди. Александр Михайлович уже ответил на ваш вопрос. Подкармливает. Кто прикармливает собаку? Сам председатель. Председатель? Да, он повесил табличку. Откуда эта информация у вас? Он повесил табличку. Послушайте. Собак на территории не кормить. И сам же кормит. При последней встрече со мной. Он сказал, кормил и буду кормить. Я говорю, хорошо, разберемся с этим вопросом. Заявление мое не принято было. Ну, у вас удивительно председатель, потому что он одной рукой кормит, а другой рукой вызывает фауну. Он очень недоволен, что меня снимает ОНТ. Он сказал, я еще с этим вопросом разберусь. Как так? Обязательно. Мы ждем вас в гости. Он же председатель. Он председатель у себя в товариществе, а не в нашей стране, как бы или на государственном телеканале. Вы знаете, у нас есть мнение еще ваших соседей, жителей вашего товарищества. Давайте посмотрим, что они говорят об этой ситуации. Подкопы, видите, пришлось заложить все булыжниками, кормлями. С этой стороны целый подкоп. С той стороны они сделали зимой, а это уже в мае. Они же могут гадить там, фекалии, это все, это очень плохо и недеянично. В этом году, когда мы приехали, в апреле их было уже 13 штук. То есть это уже опасно. Зимой они загрызли косули, еще раз повторюсь. И поэтому мы вынуждены были собрать инициативную группу, председателей других товариществ, «Наука плюс», «Дачная», чтобы мы все вместе этот вопрос начали решать. Написали письмо, отправили во все узинские исполкомы, райсоветы, и ЖКХ, и Центр гигиены, и РУВД везде, чтобы нам помогли решить этот вопрос. Шла с остановки, тут пройти до наших ворот 5 минут. Выскакивает свора собак из леса. Я говорю, ну хорошо, что я не несла что-то такое, что им бы понравилось. Накинулись бы и все, неизвестно, что погрызли. Меня, сетки, сумки. Сидим только на участке, они без родителей не выходят. И, знаете, дети катаются на велосипедах, и они бросаются. Было вот пару дней назад, просто кинули велосипеды и убежали дети. А родители пришли забирать. И вы видите, все пенсионеры. Собрать деньги с пенсионеров с небольшой пенсии, чтобы платить фауне, которые не дают гарантию, что они поймают собак. Понимаете, в самом-то деле, они приедут, они деньги возьмут. А гарантия никакой, что они их отловят. Потому что, видите, вы приехали, собаки под кустами, три лежат, а остальные где? Наши удивительные люди, все так скептически относятся, все дорожат своими доходами. Евгений, вот тут говорили о том, что стая собак бросается. Но мне кажется, собаке не свойственно бросаться на человека вот просто так. Собаки там не убийцы, они не едят людей. Они живут там, где им хорошо. А агрессивная собака, численность им зависит? Подождите, сделайте так, чтобы собакам было невыгодно. Но если вы хотите, чтобы это было невыгодно, вы один не сделаете. Вот люди говорят, вот мы написали. А что толку вы написали? Ну написали, что решилось все, что ли? Пока это дойдет до чиновника, пока примутся меры, ну сделайте сами что-нибудь. Ну создайте так, ну поговорите с председателем, давайте не будем кормить собак. Там же написано. Ну значит кто-то не соблюдает эти вещи. А раз им там хорошо, значит кто-то прикармливает. Они ведут себя плохо. Ну понимаете, если эта проблема очень серьезная, ее надо решать радикально. Тогда приедет фауна и все решит. Фауна может это решать. Ну посмотрите, в Минске они что, не решили эту проблему? Решили? А можно мне сказать? Очень страшно, что в 21 веке люди не осведомлены о том, что животных можно не только истреблять, но им можно и помочь. Если изначально собаке было, сколько там, трое собак было? Их же можно было разобрать. Их можно было перестроить, связаться с волонтерами. Почему они сразу нацелены на то, что приехала фауна, их отловила, и ну понятно, какой у них исход. Стерилизовать, вакцинировать, стерилизовать. Я буду спорить. Потому что почему я в 18? С 12 года нет эвтаназии содержащихся животных. Повторюсь, содержащихся животных. Есть процент эвтаназии при приемке с отлова. Там травмы, несовместимые с жизнью. Старость такая, что уже нужно помочь уйти. Понимаете? И болезни общие для человека и животных. Понимаете? Это процент. А все остальные стоят. У нас сейчас на данный момент 250 животных. Так они стоят у вас там страшно. 150 котов. То есть вы их содержите. Подождите. Там находятся такие же волонтеры, как я. Вот поднялась наша проблема. Смотрите. Не важно, как стоят, но они живут. У нас есть. А куда, допустим, отловили 18 этих собак? И где они будут находиться? Размещают. В клетке они стоят. Работаем с телеграм-каналом. Работаем с соцсетями, с волонтерами. На основе соглашения. Суперкот. Они нам помогают в пристройстве животных. Люди приходят, выбирают себе животных. Естественно, щенки и котята побыстрее. Ну, как горячие пирожки, скажем. Со взрослыми, конечно, проблемно. Стоят и по полтора, и по два года. Регистрационные вольери выцветают. Понимаете? Ну, там купол, солнышко. И вот от этого регистрационные выцветают. Сколько стоят животных? Ну, это правда, да. Они там очень долго стоят. Ну, я к этой теме еще предлагаю вернуться в другом блоке. Мне хочется вот именно проблему с собак, которые сбиваются в стае. Та история, с которой пришел Александр Михайлович, она не единична по нашей стране. К сожалению, достаточное количество отдачных товариществ, где действительно собака была 2, 3, 4, 5, они сбиваются в стае и начинают терроризировать все эти поселки. А интересно, агрессивность собак, Евгений, зависит от их количества или нет? Ну, конечно, от лидера зависит. Понимаете? То есть у собаки тоже есть стае? Конечно, от вожак. От вожака все зависит. Вожак агрессивный — будет вся стая агрессивная. Вожак мягкий — будет вся стая мягкая. Понимаете? Но все как у людей. Вот, завелась собака злая, да? Она авторитет у всех собак. Все собаки с кого будут пример брать? С вожака. Понимаете? Выбивается всегда вожак. То есть если там завелся сильный лидер, который агрессивен, надо убрать что? Просто лидера. И все станут покладисты. Надо заменить вожака. Вот и все. То есть собаки-то ведут себя как? Ну, как и мы. Понимаете? То есть есть сильный вожак, все хотят быть как он. Он гафнул, все говорят, о, у нас вожак, мы сейчас будем всех прогонять отсюда. Понимаете? А как вожака вычислить? Я не понимаю. Так он всегда впереди, понимаете? А если изолировать вожака, то вся остальная стая станет спокойней? Да, конечно. Смотря кто возьмет власть там в стае. Понимаете? У стаи может быть вожак как человек, так и собака. Потому что собаки к нам генетически привязаны. И если вот, допустим, председатель подкармливает, допустим, собак, все собаки знают, что он там председатель. Не надо думать, что они тупые. Он главный там. Они знают, что они под его защитой. То есть выбивается сильное звено, все, собаки становятся покладисты. С точки зрения юриспруденции здесь будет самое страшное, что если это бездомные собаки, у них нет хозяева, то привлечь к установленной законам ответственности не получится никого. Понимаете? То есть если будет покусан ребенок, житель садового товарищества, то есть будут причинены телесные повреждения, и не будет установлена, чья это собака, кого привлекать, с кого спрашивать. И вот здесь уже вопросов больше возникнет к вашему председателю. Друзья мои, нам нужно уйти на рекламу. Вы знаете, дело в том, что данная стая, она содержит, как говорится, в страхе не только товарищество «Уютная поляна», которое уже давно перестало быть «Уютная поляна», в смысле этого слова, но и соседнее товарищество. И сразу после рекламы у нас в гостях председатель другого соседнего товарищества. Будет интересно, не переключайтесь. Еще не вечер, и сегодня мы ищем ответ на вопрос, кто ответит за собачий беспредел. Свора бездомных собак продолжает терроризировать людей в Узинском районе. К нам присоединился Юрий, председатель одного из товарищей. Внимание на экран. Меня зовут Юрий Николаевич, я председатель садового творчества «Дачная» в Узинском районе. Что можно сказать по собакам? Они появились за последний год. Собаки ходят везде, облаивают людей. Дети жалуются, едут на магазин, Они их практически от ворот до ворот провожают слаем. Дети пугаются. Ну а тут же в основном или пенсионеры, или дети. Тут у нас другого континента нет. И если на такого человека нападает собака, он изначально испугается. Отпора он не даст. А если 18 штук, это вообще непредсказуемо. Как мы не запрещали их собак кормить? Народ у нас все-таки добрый, белорусский. И в тихаря они их подкармливают. Но два с половиной месяца здесь все опустеют. И это будет голодная свора, опасная. Они уйдут в деревню, на трястенец уйдут. Тогда уже местные власти заплачут, я думаю. А пока они считают, что это наши собаки. Ну, Юрий на студии. Юрия встречаем. Здравствуйте, Юрий. Присаживайтесь. Вы знаете, вы можете слева, справа, где угодно. Вы сказали в конце видео о том, что это станет проблемой деревни, да? Когда закончится там дачный сезон. Почему? Ближайшая деревня от нас в двух километрах. Я думаю, что ноги растут оттуда. Юрий, подскажите, пожалуйста, вот вы председатель товарищества. Я так понимаю, это проблема не одного ТС, да, а многих. Какие меры конкретно вы, как председатель, принимали? В апреле-майе месяце было сформировано письмо. Мы собрали порядка 97 подписей. Письмо было размножено в 6 экземпляров и разложено во все инстанции, включая администрацию с района, МЧС, санэпидемстанцию, ЖКХ, фауну, что-то еще. Уздинская ЖКХ, мы выезжали, Уздинская ЖКХ по некоторым перечисленным сельсоветам. Они-то, ну, слудские, как вот у пострадавшего. Ну, давайте тоже понимать, одно дело сельсовет, другое дело творищество собственников, которое содержится за счет собственников, правильно? Поэтому их, как бы, просто говорят, действительно, это ваше проблему. У вас обязали ваши проблемы, вы за свои деньги должны как-то решить проблему. Вы коллективно, я не понимаю, несколькими товариществами, вам надо было написать коллективное письмо председателей, фауну, сброситься, именно несколькими товариществами, а не одним. А вы знаете что? Вот у меня, например, мое товарищество, это 90-е, смотри, участка. Бюджет такого товарищества в год составляет до 20-ти, смотри, тысяч рублей. Сколько стоит вызов фауны? Ну, мы посчитали где-то порядка 6,5 тысяч. Смотрите, ну сколько товариществ? Вы же можете коллективно сброситься, коллективное письмо. Я не соглашусь, юридически это будет абсолютно неверно. Почему? Каждое товарищество имеет определенное количество участков, да, то есть в своей общей совокупности. И вы, соответственно, представляете интересов именно этого количества участков. Поэтому при заключении соответствующего договора на оказание услуг с фауной, они будут выезжать и отлавливать этих собак на определенной территории. И оплата идет по количеству содержащихся животных. Хорошо, коллективное. А что это изменит коллективное? Представитель? Нет, абсолютно. Юридически они должны будут оплатить, да, то есть услуги фауны. Правильно я вас понимаю? При этом представляя интересы каждой своего товарищества. Правильно? Та территория, на которой вы впоследствии будете работать, как обозначается для вас? Подождите, я просто дополню свой вопрос. Вы же выезжаете на территорию сельского совета, и вы понимаете, что вы осуществляете отловку. Представителем даже. И представитель указывает, вот там собачки, вот там, вот там отловить. И это будет ограничено территорией сельского совета. Точно так это будет ограничено территорией с одного товарищества. Потому что они являются абсолютно самостоятельными, юридическими, некоммерческими лицами. Хорошо, какое решение юридическое? Так выход же какой-то должен быть, получается, у нас тупиковая ситуация. Нет, не тупиковая, тогда обращаются председатели. Председатель каждого ЖКХ обращается, заключает договор, оплачивает услуги и наблюдает. Каждый по 6 тысяч рублей. Нет, председатель каждого ЖКХ, можно выяснить, председатель каждого ЖКХ обращается. И общая сумма 6 тысяч должна быть. То есть это разбивается на каждое товарищество, правильно? Вы поймите, что нет фиксированных. Нет, на каждое товарищество 6 тысяч. Нет. Там оплата за отловленные животные, я правильно вас сказала? Я не сказала, я не озвучивала вообще суммы. Это только по количеству отловленных животных. И содержатся они 14 дней. И эти средства, которые потрачены на содержание, это выставляется справкой заявителю. Юрий, откуда у вас сумма 6 тысяч? Я не знаю. Мы подсчитывали... А, количество собак, наверное, посчитали. Да, да. А за каждую собаку... 14 дней поддержим. Понимаете, что... Но это не говорит о том, что... А сколько за одну собаку? Вот ваша работа за одну собаку поймана, сколько должен заплатить? Ну, я не бухгалтер, я вам не скажу. Это... Смотрите, у нас содержится со сторонних организаций 14 дней животные и переходят на бюджет. Понимаете? Вот за 14 дней содержания одной собачки выставляется счет. То есть не сам процесс, когда мы ловим, да, еще... Да, содержание больше. Смотрите, выезд считается, амортизация считается автомобиля, топливо. Сколько отловлено животных, сколько поставлено, мало ли там кого-то подобрали какой-то труп, это тоже выставляется, труп животного. Труп? А как вы хотели? Нам нужно утилизировать его. И похороны должны оплатить. Юрий, вы хотели постоянно что-то добавить? Добавьте, пожалуйста. Понимаете, что... Вот интересно. Где-то в апреле месяце по самодельщинскому сельсовету был объявлен карантин по сбешенному еноту. Это конкретно было деревня Дегтяное. Если взять напрямки от нас, это километров 12. Понимаете? Вы считаете, это для собаки расстояние 12 километров? Почему власти даже на это внимание не обращают? Ну что, ну... Карантин по бешенству. Вы имеете в виду, енот мог заразить собак, правильно? Карантин по бешенству. Это... Как это, блин? Понимаете? Ну, понимаете, вопрос в том, что вы как председателя убьете тревогу, а вот председатель товарища Александра Михайловича абсолютно безразличен. Вы наверняка знакомы. Как вы думаете, почему у него такая оппозиция? Я не буду обсуждать эту тему, потому что на его председателе свет не сошелся с Хамаклином. Там есть инициативная группа. Мы совместно работаем. Ну, а получается так. Я знаю одно, что на сегодняшний день в моем садовом самотворичестве никто собак не кормит. Но, я могу сказать, только в светлое время суток. Что происходит ночью? Могут быть и сердобольные, которые выносят за ворота и косточки, отходы и подкармливают. Не спорю, такое может быть. Они у нас сейчас на территорию садового творчества не заходят. Они у нас пасутся возле ворот. Но ведь это уже не наша земля, а земля сельсовета Деченского. А они говорят, это ваши собаки. А вот интересно, у нас зоозащитники сегодня в студии. Возможно, вы знаете, какую статистику овладеете. Таких бродячих стаи у нас много? Много. Конечно, много. Это много. Почему много? Вот появляется, допустим, в той же деревне собака, сука, беременная. Она рожает, допустим, 12 щенков. Среди них есть и девочки, и мальчики. Они же, у них нет родственных связей, они не понимают этого. Потом они подрастают, становятся полувозревлыми и начинают размножаться в геометрической прогрессии. Так и появляется стая. Стая очень много. Иногда страшно, ты вот одну собаку спасаешь, куда-то едешь, в клинику везешь, и параллельно видишь, как пробегает стая. И ты задаешься вопросом, то, что я делаю, оно хоть какую-то пользу приносит? И вот эти вот щенки, которые подрастают в этой стае, они уже, получается, одичавшие. Дикие, да. Домашние животные. Одичавшие. Когда они подросли без участия человека, уже их одомашнить очень сложно. Это нужно, если только кто-то возьмет на себя, построить вольер в частном секторе и держать уже пожизненно эту собачку, содержать в вольере. Потому что их уже приручить очень тяжело. Ну, либо брать к себе в квартиру и тратить огромное количество времени на то, чтобы собака адаптировалась. Кстати, есть видео о стае таких одичавших собак из Могилевской области. Давайте посмотрим. Что ты? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Любовничья в Могилёвской области, честно говоря, это женщина, да, я не знаю, она в скафандре шла или в бронежилете. Там пакет был, наверное, тяжелый. Это может быть не дикая стая, это может быть обычная собачья свадьба. Ну, мы-то знаем точно, что это дикая стая, что это не собачья свадьба, это дикая стая, потому что мы с ними связывались. И действительно, вот смотришь, выглядит немножечко так жутковато становится. Вопрос в том, что никто не хочет на себя взять ответственность. Хотя бы какой-то первый шаг сделать самому самостоятельно, а не требовать от председателя, от соседа, от местных властей и так далее. Появился щенок, боже мой, ну недорого стоит та же как бы там стерилизация, кастрация и так далее. Да говори с соседом, Вася, Петя, Коля, ну вот давайте соберемся и вот хотя бы доброе одно ты первый шаг сделал. Ну, честно говоря, это ответственность каждого из нас. Я знаю выход. У нас в Беларуси 14 зоозащитных организаций, даже больше. У каждого есть расчетные счета, благотворительные. Вот нужно собраться, я не знаю поскольку, и строить приюты. Вот просто строить приюты. Тогда человек, увидев одну собачку, он знает, что я принесу в приют, ее там почешут, помоют, стерилизуют, кастрируют и отдадут добрым людям. Понимаете, у нас приютов нет. Нет, у нас на двухмиллионный город, одна фауна города, на которой вешается вся проблема Беларуси. И фауна это не приют. Понимаете, и это не приют, а хотят сделать приютом. Чтобы мы и кастрировали, и стерилизовали, и раздавали людям уже и с чипами. Понимаете? Хотя мы пункт отлова и временного содержания безнадзорных животных. Приюты. Вот спасение. Понимаете? Это такой долгосрочный вариант. Нет, не долгосрочный. Суперкот ровненько взяли в аренду, часть завода. Все аккуратненько сделали и сделали для 30 котов хотя бы, сделали приют. Вот как мы объясним, вот у меня сразу в голове деньги, деньги, деньги. Как мы объясним их людям в товариществе? Это нормальный котов. Когда у нас 150, мы ставим на крышу фауна. Они скажут, что мне шифер поменять некогда, какой приют строить. Вот так это закончится. Можно сказать, дело не в товариществе. Я про благотворительные деньги, зоозащитных организаций. 14 зоозащитных организаций, если уже не больше. Лицензии им выдаются на право действия. То есть это возможно быстро. То есть написать, что возможно им обратиться? Нет, но им тоже нужно действовать. Понимаете? Теда Филипповна, вот мы обязательно эту тему затронем еще в следующем блоке и поговорим об опыте других стран. Вы знаете, вот мы видели видео из Могилевской области, вот как держат страхи в Узинском районе эта стая собака. Ну это все региона. Что говорить, если под Минском в колодище тоже есть такие случаи, есть такая стая. У нас будет гостья сразу после рекламы расскажет свою историю. Будем пытаться совместными усилиями как-то решить эту проблему. Еще не вечер, говорим и вам сегодня. Пытаемся выяснить, кто ответит за собачий беспредел. Как и обещали, переносимся в колодище. И там стая бездомных собак разгрызла ногу ребенку. Меня зовут Диана, мы проживаем в агрогородке Колодище. Ситуация произошла с нами в 23-м году. Ребенок возвращался из школы, и на нее напала стая собак бездомных. Я шла со школы, как обычно, ничего не предвещало беды, но из-за угла дома на меня выскочила стая собак из пяти. И я успела с себя снять портфель, начала прикрывать ноги. Они меня повалили и утащили портфель в сторону. Но мне этих пару секунд хватило для того, чтобы встать и отбежать в подъезд, который мне открыла старшеклассница, которая до этого уже там ходила. Я в этот момент находилась дома, потому что у меня сменная работа. Она пришла взъерошенная, такая вся нервная. Начали спрашивать, что случилось. Она даже сразу не могла объяснить, что там с ней произошло. В итоге выяснили, что ее покусали собаки, разгрызли ногу. Мне было вроде бы как и страшно, и как бы не страшно. Эмоции все смешивались между собой. Мы как есть, просто сели в машину, поехали в больницу, к хирургу, потом в милицию. Нам прописали курс вакцины. Это было пять уколов каждой через неделю. Мы ездили каждую неделю. Ой, это было очень ужасно на самом деле. И Диана, и Виктория на студии. Девочки, встречаем вас. Здравствуйте. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Вика, честно скажи, сейчас собак боишься? Ну, в которые побольше, да, а маленьких еще, ну, средненько. Расскажите, Диана, вот насколько крупная стая тогда на Вику напала? Вы сказали, было пять, но сейчас эта стая стала больше. Да, в тот момент это было пять собак, но они, как бы это не вся стая была. Когда мы уже уезжали, их было там около десяти даже. Количество увеличилось. То есть они там где-то бегали, там по пять, по десять, вот, по-разному. Да, на нее конкретно опять собак напало. И давно они гуляют по колодищу? Ну, постоянно, так как у нас там есть частный сектор, ну, как и предыдущие гости рассказывали, конечно, такая проблема есть. Потому что собаки живут во дворах, где-то размножаются, где-то они там, хозяева выкидывают нежелательных щенков, они начинают сбиваться в стаи. Мне кажется, это будет на постоянном уровне. То есть сейчас придет опять холодный сезон, скорее всего, это все повторится опять. А вообще есть какая-то сезонность у вот этих собачьих стаи? Я так предполагаю, что по окончании дачного сезона, возможно, кто-то из хозяева и оставляет, да, как бы уезжает. Их количество как-то вот в бездомных увеличивается, так? Да, многие даже у нас обращаются и просят приобрести собаку именно на дачный сезон. Мы, естественно, отказываем, но таких желающих очень много. То есть они берут собаку, увозят ее туда, и сезон закончился, они оставляют животных и кошечек, и собачек, и возвращаются. У нас очень много свободных волонтеров, которые таким образом пристраивают животных и не следят за их судьбой дальнейшей. Эта проблема есть. Ну вот эта колодищенская стая, да, на самом деле, как бы не добрые котики. Вот есть видео, как эта собака загрызла косулю. Ну их стая. Те, кто в теме, наверняка об этом случае слышали. Правильно? С собакам свойственно, Евгений, загнать зверя? Я так понимаю, что косуля, наверное, была уже слаба. Да нет, здесь, скорее всего, да, больное животное или старое животное. Согласен. Понимаете, оно не входит в пищевую цепочку собак. Собаки, хотя кишники, но... Они домашние. Да, они домашние, они на косуль не охотятся. То есть здесь что было? Или больное животное, да, или умирающее, они подошли, там полизали, почувствовали слабость. Съели, да? Такое может быть. Можешь кослом, она может, да. Вот, да, не важно, что. Но вряд ли они там специально загоняли. Вот, но здесь палка о двух концах. Вот они сейчас попробовали косулю, да? И косуля превращается в добычу, да? И вот здесь эти собаки уже могут целенаправленно охотиться на косуль, на детенышей, на больных. Они будут это делать. То же самое с человеком. Вы имеете в виду только и на человека, то есть тоже? Конечно, конечно. Если собака поймет, что человек является ее добычей, неважно по каким причинам там... Маленькая, слабенькая. Да. И в дальнейшем они могут нападать и есть. То есть это нормально, как бы сказать. Ну, стайная ситуация. Вот когда войны происходят, вот там в Средней Азии трупы не убирают, там неделю собаки лижут кровь, да? И потом они превращаются в людоедов. Собаки биологически. Это волк. Это подвид серого волка. Наша классификация еще не пришла, но американцам еще с 93-го года собака не является самостоятельным видом. Это подвид серого волка. Отличие только в двух генах. Два гены привязанности на людей. Поэтому они к нам тянутся и живут ближе к людям. Кто говорит про чехуахуа? Это тоже волк. То есть это подвид серого волка. Подвид. Различие только в двух генах. У нас еще есть одно видео из колодичей. И то же давайте посмотрим. Это то, о чем вы говорили, да? Что как раз собаки побежали за ребенком. Слабое звено. И вот мужчина к ней. Но это страшно. Вот то, что Евгений рассказал. Вы понимаете, какая у вас уже, по большому счету, кровожадная стая гуляет в вашем районе? У нас основной критерий именно нападение их был голод. Потому что это было февраль, январь-февраль, вот так вот. И их уже перестали подкармливать. То есть помойки они все разорили ближайшие. И да, они начали к людям подходить, как к тому, кто их кормит. То есть они видели детей, они видели людей, подходили. Ну, так как они не могут, как домашняя собачка, попросить, скажем так. Они вот так проявляли это требование еды, чтобы их кто-то покормил. Отлов приезжал. Но дело в том, что отлов приезжал в моменте. То есть их вызывают, где-то видели стаю, они приехали. В это время собаки куда-то там спрятались, их не нашли, отлов уехал. То есть у нас такая ситуация была несколько раз. Кого словили, того словили. Собаки чувствуют? Да, конечно. Они перемещаются. Если кто-то один даже был в отлове, они уже это знают, они перемещаются с такой скоростью, что бывает такое, что невозможно отловить. Бывает только одну-две из стаи, возможно, отловить. Понимаете? Ну, тоже не всемогущий. Сачок, как бабочек. Они передают информацию. Собаки передают? Как? Да, чат. У них есть собачий язык. Своровые хулиганы. Не надо думать, что они тупые. Так никто не думает. Да, собаки нам ничем не уступают. Если мы не понимаем их языка, это не значит, что его у них нет. Они так же, как и мы, передают информацию. Они так же учатся. Приехала машина фауной. От нее пахнет несчастьем. Там что, счастье, что ли? Их в пионерский лагерь забирают. Вот. Вышли люди. Одна собака увидела, уже попищала. Все, они уходят. Кстати, мы затрагивали в прошлом блоке. Сколько у нас зоозащитных организаций? 14 даже больше по Беларуси. Они зарегистрированы. Они получили лицензию. И в их уставе положение, по которому они должны заниматься, помогать и так далее. В итоге, ну, 14 для Беларуси это немало. Чем они занимаются? Я думаю, просто деньги собирают. Даже есть ассоциации. Куда уходят деньги? То есть собирают деньги с населения. Собирают деньги с населения. Они даже там не смогли объединиться и договориться. Они там между собой перессорились. Так потому что они деньги делят. Потому что деньги, это, как говорится, зачем объединяем обратиться с данной проблемой? Вот у нас конкретно две проблемы есть. Можно к этим зоозащитным организациям? Вот что вам ответят? Вот мне интересно, там, я не знаю, как это, каким образом построено. Вот смотрите, вот вы занимаетесь защитой собак. Я занимаюсь, вы занимаетесь. Мы все делаем общее дело, да. Общая цель? Да. А чего нам ругаться тогда? А никто не ругается. Не-не-не, ругаются. Вот они не могут договориться. Почему? Потому что они тянут финансы. Не мешало бы проверить, все эти зоозащитные организации занимаются действительно ли они тем делом, на которое они получили лицензии. Вот у вас, зоозащитная организация, какие-то же отчеты есть, правильно? У нас не просто отчеты. Наша зоозащитная организация в моем лице. Я заключила договор ЖКХ. И наша организация называется Мурзики. Мы полностью взяли под опеку пункт временного содержания. Ну, у нас, конечно, не такая поставка животных, как на фауне. Я не знаю, как они справляются. У нас гораздо меньше. И помимо того, что мы ведем сборы на содержание сейчас на пункте, у нас 160 животных. Это где-то 80 котов и 70 собак. Мы также ведем кинологическую работу с животными. Я хожу в школу, мы проводим уроки доброты с детьми. Обучаем детям, как вести себя, если ты попал на стаю. Как вести себя с собаками, если ты в гостях. Это не твоя собака. Как вести себя со своей собакой. Предоставляем массу услуг. Дети могут приходить к нам, курировать, заниматься, гулять, не имея дома возможности. Работать с населением. Но это все очень сложно в том, что люди не идут навстречу. И вот я говорю про то, что вы решаете вопрос, тратите столько времени, финансов, убираете эту стаю. Решили с ней. Никто не умер, все в семьях. И смотришь, через пару месяцев эти же люди накормили еще 18 собак. Надо отметить, что тот центр, который вы создали, это ваша инициатива и властей. Правильно, совместная. Вот о чем говорил Евгений, правильно, что те же зоозащитные организации должны как-то контролироваться все-таки государством. Правильно? Я вот хотела этот блог как-то завершить и к следующему, к нашему спору вернуться и резюмировать то, что мне понравилось. Хотелось бы, чтобы наши зоозащитники, организаций которых много, не только собирали средства на помощь бездомным собакам, больным собакам, но еще отчитывали за свои добрые дела, чтобы мы видели, куда эти средства пошли. Люди, которые эти средства выделили. Потому что у любой проблемы всегда есть две стороны, у любой медали. Люди хотят жить безопасно, а собаки, они просто хотят жить. Просто хотят жить тоже хорошо. После рекламы наша следующая история. Еще не вечер, и мы продолжаем говорить о проблеме бездомных собак, которые сбиваются в стаи и терроризируют людей. Но есть же виновные в этой проблеме. История тумана не может оставить равнодушным никого. Внимание на экран. Меня зовут Оксана. Я приезжаю. Вот это дом моей бабушки. Он находится в деревне Станчики. Это Брестская область, Ляховичский район. Вот так очередной раз, когда я ехала сюда, я познакомилась с брошенным псом. Даже не брошенным, а на цепи. Пес, который оказался никому не нужен. Пес, которого я назвала туманом. Потому что в моей жизни он занял определенное место. Обратила внимание, что стоял домик в стороне немножко. И там за бурьяном что-то живое. Ну, такое мало похоже было на собаку. Просто, ну, худое, но живое. Привет, Малисия. Привет, туманчик. Хороший такой. Девочки, будка вообще ужас. Без дна, без всего. Собаку заедают мухи. Он весь... Ой, мамочка, он истощен. Все, что я везла, какие продукты с собой сюда в деревню. Я все отдала туману. Ну, и все, и с этого дня начались уже непосредственно наши с ним встречи. Ну, и каждые три дня отсюда я ездила его кормить на велосипеде. Приблизительно где-то 13-14 километров. Я с ним, когда первый раз встретилась, плакала я. Потому что, ну, вот когда ты видишь брошенного пса на цепи, который остался там, да, и просто глаза. Я плакала. Ну, я вот ему все это отдавала, плакала, а он просто стоял, он, ну, просто стоял и смотрел. Оксана, здравствуйте. Ух, добрый день, Оксана. Саживайтесь, да. Такая милая история, да. Немного прониклись. Расскажите, пожалуйста, немножечко вот о самом тумане. Во-первых, спасибо за то, что у вас такое доброе сердце. Вы плакали, вы смотрели видео и плакали. И мы плакали. Я плакала, грим жалела. Когда вы первый раз увидели тумана, что у вас челкало в сердце? Это невозможно словами сказать. Ну, это, понимаете, как сказал Чарльз Чаплин, да, когда мы кормим голодное животное, мы питаем свое сердце. Ну вот, вот этим все сказано. Ну, не могу я мимо проехать, если там, ну вот, понимаете, не могу, просто не могу. Ну, пробовала. Возвращалась. Ну, он был в жутком состоянии, да. Вы говорили, что о пары шивушках были. Да, вот это видео, это уже я ездила. Это уже вы ездили, да? Да, не одна я, мне Людмила Ивановна помогала, низкий ей поклон. Это соседка-дачница, но она в силу того, что часто, может быть, отъезжают в Баранович, они там не постоянно живут. Она мне помогала. Уже потом я, когда набирала воду у Людмилы Ивановны, мы обменялись телефонами. И уже когда она кормила, я уже звонила, она говорит, Оксанка, сегодня не едь. Сегодня уже, ну... Под присмотром. Да, да, и мне тогда уже легче было. Насколько мы знаем, его хозяйка оставила его умирать, правильно? Ну, не совсем, не совсем так. Так, она приезжала, но у нее была странная, ну, не знаю, позиция. Она воду ему не разрешала вообще давать. Я разговаривала с ней, с этой хозяйкой. Но это же чревато смерти для собаки, правильно? Она это объясняла тем, что ее собака воду не пьет. А она сама пьет воду? Я, понимаете, как она... Мы с ней случайно, когда встретились, когда я приехала в очередной раз кормить, вышла эта женщина, и она сказала, не кормите мою собаку. На что я ответила, ну, вы же ее не кормите. Ну, и как бы она уступила... А как часто она приезжала? Я не знаю. Дело все в том, что... Ну, вот, к сожалению, наверное, первые фотографии, в каком состоянии я нашла тумана, говорят о том, что, я думаю, нечасто. Да какая она хозяйка? Она недохозяйка, мы ей позвонили. Давайте послушаем, внимание, на экран. Татьяна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует телеканал УНТ, только что еще не вечер. Меня зовут Дарья. Наш телефон, разговор записывается. Хотела бы его осознать. Мы вот наткнулись на такую историю про собаку, которая осталась на улице. Вашу собаку. И что? Почему на улице? Ну, собака осталась на цепи на улице. Разве не так? Нет, не так все было. А расскажите, пожалуйста, как это было? Не хочу я ничего уже не говорить. Меня уже достали с этой собакой совсем на свете. Просто так уже. Так не делается. Значит, людей сейчас не жалеют. Можно над людьми издеваться. А живот-то это что? Это что-то такое вверх не знаю чего. Это то, о чем мы действительно говорили, что ответственность заброшенную собаку несет человек. И, как говорил когда-то маленький принц, что мы в ответе за тех, кого приручили. Приручать мы научились, нести ответственность за тех, кого приручили. Мы, к сожалению, не научились. Это туман, да? Правильно? Да, это сейчас туман. Он сейчас на передержке платной находится. Все, теперь у него ушки нормальные. Ушки у него, да. Сытенькие, толстенькие, хорошенькие, улыбаются, веселые. Я хотела бы обратиться к зрителям, друзья мои. Но, тем не менее, несмотря на то, что туман находится сейчас в хороших условиях, ему, как любой собаке, нужен дом. Ему нужен свой хозяин, где он будет чувствовать себя комфортно и хорошо. Поэтому, если среди вас есть люди, у которых большое сердце, огромное желание иметь рядом с собой друга, есть телефон у нас, обратитесь к нам, позвоните, возьмите туман. Я уверена, что вы не пожалеете и сделаете очень-очень большое дело в вашей жизни. Оксана, а вы туман не смогли забрать себе, потому что у вас уже находится несколько животных, правильно? У меня мы, в общем, история. Я ее так и называю, наверное, это самая такая большая история моей жизни. Два с половиной года тому назад к нам в деревню, у нас маленькая деревенька, хуторок. И очень удобно выбрасывать животных. То есть вот кто едет с Баранович куда-то, да, раз и выбросили, раз и выбросили. И вот у нас вот, да, выбросили вот такую красоту. Боже мой, у вас придет какое-то счастье. Да, ее зовут Симба. Мы с ней уже идем вместе два с половиной года. Боится, да, боится? Боится. И очень сильно поработал с ней человек, очень сильно. Она не доверяет, ну, только мне, наверное, вот это единственная, ну, женщина в ее судьбе, или как сказать, человек в ее судьбе. Симба ищет дом. Да, Симба ищет дом. Она кастрированная, я ее кастрировала. Вот. Она великолепная, но она не собака, ну, как вам сказать, ее нельзя закрыть в вольере, ее нельзя посадить на цепь, потому что в любом случае она такая, знаете, ну, как вам сказать, особенная. Ей нужен, вот, ей нужен друг на всю жизнь, и она будет самая преданная, самая лучшая собака. Я более чем уверена, что если найдется, потом будет программа еще какая-то. Найдется. Еще не вечер, исполняет мечты. Смотрите, Симба ищет дом. Свет какой на солнце. Просто золотая собака, которая тоже ищет своего хозяина. Ну, знаете, у нас когда была рекламная пауза, у нас в студии появился еще один друг. Александр, расскажите, кто это? И история Вении. Хариви. Я думаю, да, многие знают о случае, который произошел в Борисове весной. Сейчас он Вениан, тогда его звали Бим. Его хозяин, находясь в алкогольном опьянении, отрезал ему уши. При этом потом оправдывал себя тем, что уши гнили, и он как будто бы его лечил. Однако в результате потом оказалось, что просто человек в стадии алкогольного опьянения повздорил с тещей, с которой они вместе распивали алкогольные напитки. Он назло ей просто схватил кухонный нож, вышел на улицу, сорвал Бима с цепи, отрезал уши, кинул тещу его обратно и сказал, вот тогда забирай себе такую собаку, без ушей. Потом в течение еще некоторых, нескольких дней Бим находился дома у тещи. Я не представляю, как он вообще выжил. И уже потом теща, я так понимаю, протрезвела, вызвала милицию, и Биму оказали первую помощь. Я уже его забрала только 19 апреля. И уже потом оказывала соответствующее ему лечение, нашла передержку, и потом очень долгое время еще работала со следственным комитетом, потому что очень долго шло дело. Возбудили уголовное дело? То есть его посадили на 3 месяца. Вот в августе. Было возбуждено, я так понимаю, уголовное дело, и он был привлечен к уголовной ответственности. Конечно, да. Опять же, у них осталась еще одна собака на цепи, которая недавно родила щенков. Теща их не кормит. Мне звонит соседка, говорит, Саш, пожалуйста, помоги, забери. Куда? Хочется, собственно, завершить программу каким-то позитивным видео. Посмотрим вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Бывает путь такой с этими собаками, котами. И когда человек находит, животное само выбирает его. Часто к нам люди приезжают за одним животным, уезжают совершенно с другим. Собака сама выбирает. Мы выпускаем всех и говорим, пусть она вас выберет. У нас это очень часто бывает. Мы все, мы только два года как существуем, работаем ЖКХ. Мой путь был трудный тоже. Я как бы работала в приюте, помогала, убирала 4 года. И после этого я поняла, что это ветряные мельницы. Мы создали мурзики. Первое, что мы начали работать, это с детьми. Это школы, это молодежь. Сейчас уже взрослого человека трудно переубедить в его ценностях и как он видит эту жизнь. Надо больше уже показывать, наверное, молодежи, как должно быть. С кинологами мы сотрудничаем, тоже очень плотно, из Киевы. Поэтому у нас очень хорошие власти в Брановичах. И наш директор ЖКХ, и наш мэр города, и бывший мэр, и теперь у нас новый сейчас мэр. Они идут нам навстречу. Они, конечно, тоже немножко боялись. За защиту, к сожалению, многие боятся. Ну, если есть, что это за эти негативные шрифты, конечно. Потому что считают, да, есть негативные, да, что они много требуют, мало делают. Поэтому говорят, обращайтесь к волонтерам. Их, к сожалению, не так много. Волонтеры в интернете их много. А работающих руками и что-то показывающих дело, их, на самом деле, очень мало. Это всегда хозяйка одна, которая тащит на себе под сто животных, которая сама и убирает, и кормит, и добывает. А большинство – это красивые картинки, это красивые посты. Поэтому я призываю дарителей и те, кто хочет помочь, приезжайте, смотрите, пожалуйста, в такие места и решайте, что вы. Не ведитесь на картинки и видео с интернет. Это все красиво монтируется и все красиво делается. На самом деле, а многие остаются без помощи. А можно мне вклиниться в разговор? Да, абсолютно с вами согласна. Я недавно нашла женщину, которая брала мои ролики с моей страницы. У нее, не только с моей, там, Фортуна Докс еще у девчонки из приютов, выкладывала их на своей странице и собирала деньги. У нее на Ютубе на один ролик, по-моему, там около 7 миллионов просмотров. Она с России собирала деньги, представляясь, как человек, который этим занимается. Это тоже кражи, авторские права. Если зоозащитные организации, особенно которые зарегистрированы эти организации, возьмут под опеку пункты, приюты очень тяжело содержать и одному человеку делать, государство как-то помогает, оно вам предоставляет пункт, оно вам привозит. Все равно это легче вместе с государством. Поэтому я призываю зоозащиту именно заниматься, надо работать с населением, с людьми, со школами, с молодежью, а не просто лечить одно животное полгода. Да, мы об этом тоже не раз говорили, чтобы зоозащитная организация не просто стрицали воздух, а занимались своим делом. Знаете, наша программа завершается. Хочется резюмировать. Наверное, те герои, которые мы сегодня видели, мохнатые, четвероногие Туман и Симба, нашли свою семью. Еще раз спасибо вам, Оксана. Диана, Вика, Александр Михайлович, Юрий. Я уверена, что местные власти смотрели эту программу. Я уверена, что они услышали нас. И я думаю, что вы сегодня от экспертов получили кое-какие советы, что нужно еще сделать, чтобы эта проблема решилась. И мы, как телевизионщики, тоже ее просто так не оставим. Потому что нужно все-таки найти, где же те самые концы попадают в воду. Иначе у нас будет какой-то замкнутый круг. Ну что, друзья, мы сегодня объединили две темы в одном эфире. Не просто так. Для того, чтобы услышали не только местные власти колодища и узды. Все неравнодушны к этой актуальной теме люди. И защитят и людей, и животных. Не будьте равнодушными. Ну а мы прощаемся с вами. Присылайте нам свои истории на электронный ящик. Не вечер. Собака.у.т.бю. Увидимся через неделю. Гав-гав.